Соленье, мёд, различные овощи. Всё выглядит аппетитно и торговля идёт бойко. Вот только занимается продавец этим незаконно. Никаких разрешительных документов на торговлю у него нет, как и сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. Дело в том, что моё мнение, что все вот эти разрешения, они выкуплены. И мне так вот складывается такое мнение. Но вы пытались его получить? Нет, я только в этом году зарегистрировался. Однако, несмотря на недоверие, после проверки Алексей Донкевич всё-таки собирается оформить разрешение на торговлю. В противном случае штрафы ему будут начислять постоянно. Подобные проверки по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности сотрудники административно-территориального управления Фрунзенского района совместно с отделом полиции номер 4 проводят практически ежедневно. В статье 9.1 предусматривали штрафы от 500 до 1500 рублей, по статье 7.23 от 1000 до 3. За подобные правонарушения недобросовестных предпринимателей привлекают сразу по нескольким статьям. Заведение торговой деятельности без разрешений и в неустановленных местах, а также за размещение торговых объектов, лотков и палаток. Потребители жалуются регулярно. Но в части размещения незаконного, да, это наша компетенция, на качество продукта распотребнодзор. Рейды по выявлению незаконных торговых точек и привлечению к ответственности нарушителей проводятся регулярно во всех районах Владивостока. Чтобы получить разрешение на торговлю и не нарушать закон, необходимо всего лишь обратиться в администрацию Владивостока или администрацию любого рынка. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.